Друзья, приветствую вас всех на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных событиях, фундаментальных поводах, новостных триггерах, которые влияют на то, что на рынках происходит. Сегодня я с долгожданным позитивом, скажем так, европейского происхождения. Мы продолжаем говорить о ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции, но сегодня сделаем акцент больше на позитивный фон, потому что знаю, что многие из вас уже приуныли. Друзья, я тоже уже устал от этой темы, тоже. И настроение в связи с этим не самое хорошее. Это, конечно же, в кавычках, разумеется, оно очень плохое. Позитив заключается в том, что в ряде европейских стран, которые били рекорды по количеству летальных исходов, это Италия, Германия, Испания, зафиксирован спад летальных исходов, который продолжается уже несколько дней подряд. Я очень надеюсь, что им удалось переломить тенденцию, им удалось пережить вот это пик всплеска смертельных исходов, роста вспышки инфекции, и дальше ситуация будет только хуже. Давайте вместе, опять же, порадуемся за европейские страны, понадеемся, что ситуация улучшится, и поддержим их, собственно, друзья, лайками к этому видео. И будем, безусловно, надеяться, что очень скоро эта беда, этот вызов для современности, все это останется в прошлом, и сможем с вами сфокусироваться на привычных для нас фундаментальных отчетах, статистике и прочем фундаменте, который не был сопряжен, опять же, с таким понятием, как смертельный исход. Я только за такой подход к анализу тех возможностей, которые на финансовых рынках есть. Ну ладно, давайте теперь подробнее поговорим о том, что на финансовых рынках в данный момент происходит бренд 33,96. Рынок нефти на этой неделе, безусловно, покажет мощную динамику, потому что впереди очень важное событие, я позволил даже назвать его судьбоносным событием для рынка черного золота. Заседание ОПЕК в расширенном составе, возможно, даже с участием США. Оно состоится, если, опять же, план не изменится, в предстоящий четверг. На этом заседании будут обсуждать текущую ситуацию и возможность согласования и принятия дополнительных мер, которые должны были бы помочь ценам на нефть выкарпаться с тех донных уровней и уйти, скажем, в фазу роста. Мы помним, друзья, то, что на прошлой неделе котировки довольно бурно отреагировали на комментарий Трампа, который допустил возможность совместного нового энергетического альянса, альянса 2.0, скажем так, с участием уже и США, в ходе которого страны, прежде всего, Россия и Саудовская Аравия, и, возможно, Штаты все-таки согласуют снижение добычи на 10 миллионов баррелей. Оценки этого показателя объема сокращения были разными от разных источников. Я уж не знаю, на что их аналитики опирались, но сейчас вот обсуждают разброс потенциального сокращения от 6 миллионов до 15 миллионов. Мы помним ранее, что Россия отказывалась вообще принимать участие в такого рода встречах и уж тем более отказывалась от дополнительного снижения, если к новому альянсу не примкнут США. Здесь, друзья, как я отметил, есть явный скепсис, потому что в пятницу, в минувшую, Трамп встречался с ключевыми сланцевыми компаниями, скажем так, с руководителями этих предприятий, и каких-то решений выработано не было. Очевидно только то, что в рамках США нет нужной, необходимой правовой базы, которая позволила бы Трампу обеспечить, скажем, приказное снижение объема производства. То есть, фактически, можно сказать, что частный бизнес США, он изолирован от политической воли вот таких форматов, таких вот приказных действий. И американскому сланцевому бизнесу нельзя просто так приказать, снизить объем нефтедобычи. Я сомневаюсь в том, что США действительно могут стать полноценным членом этой сделки. Но даже если все-таки опустить вот мои предположения касательно того, что США это не тот игрок, на которого стоит сейчас полагаться, в надежде на то, что он поможет сбалансировать рынок, даже если США примкнет к этому соглашению, повторюсь, друзья, что для того, чтобы восстановить баланс на рынке, нужно, чтобы была решена проблема перепроизводства, которая в цифровом формате сейчас составляет 20 миллионов баррелей. То есть, нужно снижать на такую же величину. Об этом и речи, собственно, сейчас не идет. Поэтому, хотите вы разделять мою точку зрения или нет? Нравится она вам или нет? Может быть, это даже не важно. Это мое субъективное мнение, моя позиция. Я не верю в будущее соглашения ОПЕК, даже в новой редакции. Я уверен, что Штаты приедут навстречу на заседание не с позиции региона и участника, который будет отстаивать какое-то компромиссное решение, а с позиции региона, который попробует снова надавить на других участников. Мы знаем, что такой формат введения диалога для США более, скажем, привычен. Что значит надавить? Я думаю, вы все прекрасно знаете, что США пригрозили уже ранее ввести пошлины на импорт нефти из России и Саудской Аравии. Может быть, это их оружие в переговорах, на которые они попробуют сделать акцент. В любом случае, я считаю, что если котировки будут расти, то только лишь на ожидании каких-либо серьезных изменений на глобальном рынке в плане спроса и предложений, и уже к концу недели все-таки на рынок вернутся медведи и снова потащат нефть к более оправданным ценовым значениям ниже, друзья, 25 долларов за баррель. Индекс американского доллара 100,5. Я уже говорил, что мы получили достаточно фундаментального негатива из США по состоянию американского рынка труда, чтобы у нас была возможность и база сделать вывод о серьезнейшем экономическом коллапсе, который случился с американской экономикой. Кстати говоря, вчера бывший председатель Федрезерва Джанет Херин комментировала ситуацию по последним данным с рынка труда, отметив, что уже сейчас реальный уровень безработицы в Штатах превосходит 13%. При этом спад может превышать 30%. Эти цифры мы увидим тоже спустя какое-то время, когда статистики соберут все данные по количеству обращений за пособиями по безработице, и тогда будет уже виден весь масштаб бедствия для американской экономики. Американская экономика для нас регион, который показывает в целом состояние всей мировой экономики. То есть, видя вот эти проблемы, мы можем сказать, что точно такая же рецессия, такой же глубокий спад характерен и для всего земного шара. По комментариям Джанет Херин, сейчас то, что происходит в США, это абсолютнейший шокирующий спад, которого не было никогда. Ну, хотя нам и не нужны были такие комментарии, мы знали это и без нее. Друзья, доллар будет расти. Доллар – это лучшая защитная актива, это защитная валюта, это валюта, которая обладает статусом фондирования, валюта, которая не раз доказывала свои свойства. Быть привлекательным инструментом в периоды таких экономических потрясений и неопределенностей, которые мы видим на данный момент. Поэтому по индексу доллара я абсолютно уверен, что мы увидим 103 и даже выше. Золото растет, как нам и нужно было, 1658 – это сейчас. Локальный максимум был 1673. Цель – ближайшие 1700. Биткоин также растет, друзья, 7248. Уверен, что вы зарабатываете на этих активах вместе со мной. Предлагаю сделку еще по доллару-франку, потому что, на мой взгляд, там уж очевидно, что мы идем в район паритетного значения. Доллар, опять же, будет расти, потому что я только что объяснил, что выступит для него базой поддержки. Франк, в свою очередь, расти не будет, потому что Национальный банк Швейцарии проводит активные валютные интервенции и не дает укрепляться курсу национальной валюты. Евро против доллара 1.0817. Пока что топчемся на месте, но ждем европейскую валюту ниже. Из-за событий вокруг коронавируса европейская экономика теряет больше 4 млрд евро в день. Индикатор уверенности потребителя, который вышел вчера, показал рекордное снижение – минус 42,9 пункта. Данные, которые мы анализировали на прошлой неделе, также оказались на рекордных минимумах. В целом, европейская экономика, точнее, можно сказать, евро, который является главной рисковой валютой, сейчас просто обязан обновлять фактически каждую неделю новые минимумы, потому что на рынке, на фоне того, что происходит, должно сейчас доминировать общее нежелание трейдеров рисковать. Фунт против доллара 1.2266, лоу был на отметке 1.2170. Распродажи агрессивные, которые произошли несколько часов назад, стали следствием сообщения о том, что Бориса Джонсона перевели, собственно, в реанимацию. Очень тяжело проходит у него, именно переживает он инфекцию коронавируса. Я не знаю, к чему все это приведет. Безусловно, я желаю ему, как и вы все, скорейшего выздоровления, но факт остается фактом. Вместе с экономическими проблемами мы сейчас можем ставить на значительный рост неопределенности, потому что никто не ожидал такого, что, в принципе, настолько уязвимым окажется лидер английской экономики и, собственно, первый человек у власти региона, за которым мы следим. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.